Многие фигуристы обожают композицию Билли Айлиш. Американская поп-дива вдохновила таких топовых фигуристок, как Алина Загитова, Елизавета Туктамышева, Косторная Алена. Фигуристки не могли просто обойти мимо ее творчества. Первооткрывателем была Алина Загитова, Bad Goo. Алина тогда просто поглотила образ в себя девчонки-пацанки. Билли Айлиш находится на пике популярности. Динамичная музыка цепляет ее творчество многих людей. А когда Косторная Алена катается под Билли Айлиш, ну, на мой взгляд, это просто захватывающее зрелище. Согласитесь, мои дорогие подписчики, что немногие фигуристы решаются брать для современных программ вот такую популярную и хайповую музыку. Но, на мой взгляд, она обязывает кататься качественно. Туктамышева Елизавета также про Билли Айлиш высказала свое мнение. Вот ее цитата. «Я давно хотела современную музыку, современную программу. Алексей Николаевич прислал мне музыку, и я была просто в шоке от того, насколько мой тренер следит за модой. Мне очень нравится этот трек, я ее очень хорошо чувствую. Я катаюсь и просто кайфую», — говорит Елизавета Туктамышева. Интересно, в олимпийский сезон кто-то рискнет под Билли Айлиш выйти на лед? Или все-таки все вернутся к классике и традициям изменять на Олимпиаде не будут? Вот напишите ваше мнение, мои дорогие подписчики. Мне лично очень понравилась Алена Косторная с этой программой. Я бы ей обязательно эту композицию бы оставила. Плюс у нее, знаете, такой внешний образ новый, как у Алиш. Новые губы, новый цвет волос яркий, но образ необычный, яркий, повторюсь. Ну, как бы не для классики. Классику нужно катать более в таком изысканном виде. Продолжение следует...